Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас пятница, 13 февраля, и мы начинаем наш вебинар, ежедневный обзор валютного рента. Начнем с кандаря событий. Сегодня у нас запланирован один интересный отчет. В час дня по Москве мы получим данные из еврозоны. Европейский Союз опубликует отчет по ОВП за 4 квартал. Перейдем к обзору пары евро-доллар. Сегодня в центре внимания, безусловно, релиз по ОВП за 4 квартал. Уже за данный квартал отчиталась Германия. Отчет вышел хороший, превысил ожидания участников рынка. То есть Германия по-прежнему является автоматизмом роста в еврозоне. В целом, если посмотреть на всю еврозону, то здесь получается такой смешанный фон. С одной стороны, у нас в производственном секторе сфера услуг продемонстрировали замедление. В последнем квартале минувшего года, с другой стороны, девальвация евро оказала позитивный эффект на числе экспорт. Очень хорошие отчеты были по торговому балансу в последние несколько месяцев, что позволило сократить безработицу на 0,1%. До этого безработица в еврозоне очень долго не сокращалась, была на отметке 11,5%. И вот уже в декабре уровень безработицы составил 11,4%. С одной стороны, вроде бы мало, всего лишь 1,5% сокращения безработицы. Если посмотреть на штаты, то там безработица гораздо ниже 5,7%. То есть здесь 11,4%, разница ровно в два раза. Но тем не менее, небольшой позитив это все равно лучше, чем все-таки негатив. К тому же чисто экспорт является крайне позитивным фактором для экономики. То есть если экспорт увеличивается, значит экономика начинает хорошо работать. Поэтому сегодня я ожидаю укрепленных пределах медианопрогнозов. У нас сегодня медианопрогнозы показывают прирост 0,2%. Возможно будет 0,3% значение, то есть чуть лучше медианопрогнозов. Но в целом особо сильного отчета я не ожидаю, потому что с одной стороны в Германии все хорошо, более-менее относительно данных лучших медианопрогнозов. С другой стороны, там есть страны, у которых очень большие проблемы. Та же самая Ирландия, Португалия, Испания, Италия. И поэтому здесь все если суммировать, то получается, что уже сильного роста в еврозоне ожидать не приходится. Поэтому либо 0,2, либо максимум 0,3, если в итоге будет пересмотрен некоторое значение в сторону улучшения. И в этой связи пара евро-доллар еще может продемонстрировать некоторую силу. Однако на мой личный взгляд сегодня пара будет торговаться в апплейте, то есть в боковой тенденции. Мы говорили в начале минутшей недели о двух критических областях. Это внизу область 1,1260 и наверху 1,1422. Так вот, в нижнюю область мы подходили на этой неделе. Были отметки 1,1272, тем не менее, мы их не прошли. 12,60 пошли наверху. Вот сейчас мы находимся уже в области верхней, то есть в верхней области данного диапазона 14,22. Текущая котировка 14,24. Но здесь я бы не стал говорить о том, что сейчас у нас уже очевидно сигнал наверху. То есть сигнал на покупку. Здесь необходимо дождаться уже закрытия торгового дня. Если в начале недели я говорил о том, что ждем закрытия часа, то есть часовой свечки, то сейчас уже в конце недели необходимо дождаться открытия дня, потому что часовые свечки уже закрылись за этой областью, но это пока что сигнал такой не ярко выраженный. Все запросто может измениться, потому что если посмотреть на неприцал доходности облигаций Германии и Штатов, то он по-прежнему расширяется, это является медвежный фактор. Рост евро накануне в большей степени был сполосирован ростом котировок нефти. Накануне у нас нефть очень сильно выросла, там рост составил чуть более 5%. Это все, естественно, позитивно сказалось и на единой европейской валюте. Когда у нас нефть растет и целые другие товарные активы, то у нас американская валюта снижается. Поэтому в большей степени это было связано именно с ростом цен на нефть. О том, почему нефть растет, мы очень подробно говорили на нашем тематическом вебинаре на минувшей неделе, в четверг, 5 февраля. И тогда я говорил о том, что ожидали роста по нефти марки Brent. Назывались отметки 67, первая отметка и вторая отметка 70 долларов за баррель психологическая. Вот текущая срок по марке Brent 60.20. У нас максимум на минувшей неделе был 60.42. И если мы текущий день не соответственно неделю, потому что сегодня пятница, последний день недели торговой, то если сегодняшний день завершаем выше этой отметки, то есть выше вчерашнего, не вчерашнего, а выше максимум на минувшей неделе на 60.42, то есть очень хороший сигнал будет, если, допустим, 61 доллар. Вот закрываем, если по нефти марки Brent сегодняшний день и неделю, соответственно, на уровне 61 доллара за баррель, то это еще более ярко выраженный сигнал, и тогда уже можно будет с большей вероятностью говорить о том, что мы сможем увидеть 67 долларов за баррель. То есть пока что мой коррекционный сценарий по нефти Brent, он еще в силе, и шансы на его отработку очень высокие. Безусловно, все это будет поддерживать спросы на единую европейскую валюту, но здесь тоже необходимо лежать подтверждение. Поэтому сегодня в целом получается такой смешанный фон, облигационный рынок указывает вниз, статистика указывает умеренно наверх. И в случае того, что техническая картинка показывает на некоторую краткосрочную перекупленность пары евро-доллар, то можно ожидать некоторого снижения. Поэтому в целом, если все суммировать, и фундаментальный технический фактор, то получается флэр. Если сегодняшний день по паре евро-доллара закрываем на отметке, у нас текущий локальный экстремум дня 14.39, то есть если сегодняшний день закрываем на отметке 14.50 по паре евро-доллар и нефть марки Brent, то я здесь еще раз подчеркну, не просто пара евро-доллар, допустим, на 14.50, а необходимо подтверждение со стороны Brent, потому что здесь, если у нас коррекция развивается, коррекция должна быть синхронная, то есть и на рынке нефть, и по паре евро-доллар, тогда мы имеем очень хороший качественный сигнал. Поэтому если сегодня 14.50 закрываем день и по паре евро-доллар, или 61 доллар за баррель по Brent, тогда на следующей неделе у нас покупки по паре евро-доллар, и будем ждать уже достижения в области 15.37, где у нас будет расположено сопротивление, и, возможно, дальше выше, то есть я на минувшую неделю говорил о том, что цель у коррекционного движения 11.17.50, в целом пока что данный сценарий еще может вполне реализоваться, если сегодня будет хорошая закрытка торгового дня, поэтому такая среднесрочная цель по-прежнему все еще в силе, 11.17.50 все может быть, то есть если сегодня закончен хорошо день. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Почему выходовый опыт Германии не влияет на котировки? Он влияет на котировки, но сейчас, если вы посмотрите, мы снижаемся по паре евро-доллар. Это можно записать, не записать, а это все можно организовать тем фактором, есть на рынке такая поговорка, покупай на слух, продавай на фактах. Так вот, ожидали участники рынка многие, что будет позитивный ВВП, в том числе и я ожидал, потому что Германия уже отчиталась за ВВП предварительно за весь 2014 год, а сегодня мы получили уже финальные данные. То есть первая реакция она уже была, и тогда ВВП был крайне позитивный за 2014 год, поэтому в большей степени данный ВВП уже в котировках, поэтому сейчас такая реакция незначительная. А вот уже более сильная будет реакция непосредственно на ВВП всей еврозоны. Сейчас уже более такие уточненные данные, а привыкновенные данные мы получали еще в январе месяце. Евро теперь вверх, раз нефть растет. Что касается евро и нефти, я уже сказал, ждем подтверждения. 61 по нефти, а не 40 по евро, и тогда на будущей неделе покупать можно и нефть, и евро. Так, значит и золото тоже в рост. Вы знаете, золото не все так просто. Посмотрите на нефть, как она, допустим, вчера выросла, вчерашнюю свечку дневную, и посмотрите на золото, вчерашнюю дневную свечку. То есть вы увидите, что по золоту тоже рост есть, но не менее рост такой небольшой. Что касается по золоту, то здесь сильного роста я бы не ожидал, а если, допустим, будет некоторый рост, допустим, в области 1,1,240, то там можно вновь еще раз продавать. Почему не ожидаю роста по золоту? Ну, здесь, допустим, 2 фактора можно выделить. Первый фактор – это низкая инфляция по-прежнему в мире. Здесь уже много раз говорилось. И второй фактор – это геополитические риски снижаются. Я думаю, вы все в курсе, что пришли к концертной договоренности между странами Запада, Украиной и Россией по украинскому вопросу. Вчера в Минске были оглашены итоги, и все это, безусловно, снижает градус геополитической напряженности, и в этой связи безопасные активы будут пользоваться меньшим спросом. Поэтому золото здесь тоже будут продавать, во-первых. Во-вторых, у нас наблюдается высокий спрос на риск. Если посмотреть на фондовые рынки, что в Европе, что в Америке, рисковые активы пользуются спросом. Вчера в Америке лидером был NASDAQ, больше 1%. Это баронный спрос на риск. Поэтому, когда рисковые активы пользуются высоким спросом, безопасные активы спросом не пользуются. Золото является безопасным активом, японское иеное является безопасным активом. Поэтому здесь у золота дорога наверх будет очень сложной, и как только он будет немного подрастать, его будут продавать. Потом будет, например, снижение, потом, допустим, опять будет возможен некоторый рост. За счет роста нефти, потом опять будут золото продавать. Поэтому вот такой, скажем так, нисходящий канал можно будет наблюдать по золоту. То есть будем снижаться, потом отскок, потом опять будем снижаться, и потом опять будет отскок. Вчерашний поход пары вверх, это не только нефти, о совокупности положительных данных из Минска. По Греции, по Америке, вряд ли одна объект может двигать и актировки, а только совокупности. В целом, да, Николай, вы правы. То есть действительно и нефть, и совокупность факторов. Единственное, что по поводу Минска, я не совсем согласен. То есть по статистике Штатов, по Греции я согласен. А вот по Минску, Минск уже не влияет на пару евро-доллар, да, по Минску именно, а вот эта геополитическая напряженность на Украине. В том году она больше влияла. Сейчас уже все это в котировках, сейчас другие проблемы, поэтому все сфокусированы в других проблемах. Поэтому здесь, вот посмотрите, вчера, допустим, договорились в Минске, а сегодня Германия и ее канцлер Ангела Меркель говорят о том, что новые санкции, новые власти. То есть, вы видите, получается, выговорились, вроде бы, это позитивный фактор, а тем не менее Ангела Меркель говорит сегодня немного негативнее, поэтому здесь уже это все такое сто раз обусолено и второстепенно, на мой личный взгляд. Перейдем к обзору пары фунт-долга. Вчера мы говорили о том, что можно жить от хорошего отчета от Банка Англии. Отчет в целом был не совсем такой хороший, неоднозначный. Тем не менее, это неоднозначный отчет, участники рынка на него отрегировали ростом, хотя если более внимательно обчитаться в данный протокол, то становится не все так позитивно, потому что Маркель указал на то, что репутатизация британских банков сделала снижение ставок вполне реальным событием, то есть они могут снизить ставку с 0.50 до 0.25, это во-первых, торыбка. Также было указано на то, что снижение цен на нефть может привести к такому фактору, как понадобится дополнительное количество качественного смягчения. И в то же время Маркель заявил о том, что ставки могут быть повышены раньше, чем ожидают участники рынка, то есть в начале 2016 года. То есть вот такой противоречивый отчет, с одной стороны указали на то, что мы можем и снизить ставки и увеличить качественное смягчение, с другой стороны заявили о том, что мы можем пойти на более ранее повышенную ставку в 2016 году, то есть не в 2016, а в 2016. Получается вот такой противоречивый отчет. Тем не менее, трейдеры отреагировали на него позитивно. Если с точки зрения фундамента смотреть, то здесь ничего в целом позитивного нет. То есть получается как минимум пол-нейтрально. Или даже возможно негативно, потому что раньше глава Банка Англии даже и не заикался о том, что они могут пойти на снижение ставок и на объединение дополнительного количества смягчения. Теперь же об этом было заявлено, то есть получается даже больше негативно. То, что ставки будут повышены в 2016 году, об этом они уже говорили, то есть здесь сюрприза никакого нет. Даже напротив, кто-то говорил, что в конце 2015, а сейчас Карли сказал, что в 2016 году в начале. То есть даже тоже получается некоторый негатив. Но поскольку участники рынка восприняли это позитивно, то получается у нас все настроены на то, чтобы корректироваться основные силы на валютном рынке, корректироваться по паре пол-доллар. То есть не хотят они продавать британскую валюту, закрывают шарты, напротив открывают ланги по британской валюте. Вчера был хороший рост, плюс еще нефть хорошо подросла. И в этой связи можно ожидать, что после некоторого снижения, сейчас пара все-таки у нас очень перекупленной, и у нас дивергенции по осцилляторам начертились, все-таки уровни очень высокие. В этой связи на текущих ответах я бы пару пол-доллар не покупал. В целом тенденция позитивная, то есть коррекция развивается, о чем я еще говорил и в январе месяце. То есть вот если, допустим, я говорил о коррекции в евро и по британской валюте по нефти, то получается, вот выделил я тогда в январе месяце три инструмента, в которых будет коррекция в феврале, на мой взгляд, и получается вот здесь фунты, нефть, они очень так уверенно корректируются, а вот с евро ситуация гораздо хуже, то есть там были намеки на коррекцию на минувшую неделю, потом очень сильно упали, сейчас опять все пытаемся подрасти, то есть получается евро является такой вот не совсем стабильной валютой в плане коррекционного движения, а вот британская валюта отрабатывает хорошо коррекцию, то есть здесь можно ожидать продолжения роста фактировок. С учетом того, что у нас еще наблюдается рост доходности и облигаций Великобритании, как по отношению к американским трежерис, так и к немецким бандам, то есть там по отношению к американским бумагам отрицательный спред сокращается немного, а по отношению к немецким бумагам положительный спред увеличивается, то есть здесь тоже облигационный рынок подтверждает эту тенденцию позитивную для британской валюты и в этой связи можно ожидать продолжение восходящей тенденции. Единственное, что текущие отметки на мой взгляд высокие, плюс дивергенции на часовках стоят и в этой связи на мой взгляд лучше всего открывать покупки на уровне еще пониже, то есть текущая отметка 54, ближайшая поддержка у нас 53.45, и вот в области первой поддержки я бы открывал покупки, то есть 53.50 и 53.10. Открываем покупки и уже ждем роста и фиксируем прибыль на отметке 54 ровная, и вторая фиксация 54.30, чуть выше первого уровня сопротивления. Так, поступили еще вопросы, я уже не могу понять, почему события вокруг Украины все пытаются произвести котировку на евро. Я вот с Владом тоже согласен, потому что события в Украине в большей степени сейчас окажут влияние на украинскую валюту, на российский рубль, и на евро сейчас это уже никак не влияет. В том году, безусловно, было влияние, потому что тогда санкции стали вводиться, то есть это все непосредственно оказывает влияние на Евросоюз. Сейчас это все уже давно в котировках, то есть все, кто хотели, котировки это все разложили, поэтому сейчас Греция, безусловно, на повестке дня стоит, потом, что у нас еще на повестке дня, рост цен на нефть, потому что это все вызывает в рефляцию, поэтому Украина сейчас уже на втором плане. Так, рубль завис, от нефти его можно посчитать, вы рассказывали, как, ну, что касается 3600, Ирина, то это прошлогодние данные, это данные Минфина нашего российского, сейчас уже заложена цена 3770, вот на 2015 год, поэтому делите баррель на 3770 и получите курс российской валюты по модели Минфина, то есть по той модели, которая необходима, чтобы бюджет был сбалансирован, то есть это не вот прям, что у нас по этой модели, прям ровно там копейку в копейку, котировки двигаются каждый день, нет, это вот именно просто модель для сбалансированного бюджета. Причем тут Минск, я к тому, так, где у нас вопрос был, я к тому, что один показатель вряд ли смог подвинуть пару, а только в совокупности с другими. Николай, я в целом с вами согласился, то, что действительно и нефть, и статистика из Штатов, плюс еще то, что коррекция все-таки давно уже назрела в паре евро-доллар. Если вы посмотрите на то, как у нас пара подвинулась, то котировки выросли на 56 пунктов, то есть это 0,4%, это и такой существенный рост. То есть 56 пунктов, конечно, рост, но тем не менее, не вот прям такой мощный, как по паре фунт-доллар. Перейдем к обзору пары доллар-японская иена. Вчера у нас была коррекция, это именно техническая коррекция, по большей части потому, что в целом ничего у нас не изменилась в данной валютной паре. Единственное, что вот участники рынка немного запутали ситуацию, то есть завершили мы 11 февраля, в среду, то есть за апостологическим уровнем, за апостологическим уровнем, в 2020, простите, уже заговорился, 120 иенов за один американский доллар, в среду мы закрыли 120.45. И я сделал прогноз, что с учетом позитивных ожиданий по штатам, а ожидания вышли в итоге негативные, отчет вышел крайне негативный, еще добавил такого своего рода парадокса, опереждающий индикатор, все указывали рост, причем не просто рост, а рост мощный. Вследствие, а в итоге мы увидели не то, что снижение, а мощное падение, то есть вот такой парадокс. Индикаторы нам прогнозировали, что 2 плюс 3 это равно 5, а в итоге мы получили, что 2 плюс 3 равно 1. Вот такая вот раскрыляция произошла, штаты меня вновь продолжают удивлять, в этом году много статистики такой противоречивой, и я ожидал, что того, что закрыли за 120 иен за доллар, то есть за психологическим уровнем, день завершили плюс, ожидал хорошей статистики, лучшими я на прогнозе, и я ждал продолжения роста, тем не менее статистики крайне негативные, и на этом фоне трейдеры стали продавать пару доллар-диена, то есть сначала у нас был хороший рост, потом продавали, но вот сейчас, на мой взгляд, сегодня быки вновь вернутся на рынок и будут продавать ванги, потому что и по осцилляторам технической картинки, если посмотреть на техническую картинку, то здесь уже дивергенции образовались, то есть получается это фрекционное движение уже завершается или завершилось, то есть все, кто хотели зафиксировать прибыль, они зафиксировали, дивергенции и спренировались. Если посмотреть на фундаментальный фонд, то фондовый рынок в Америке растет, вчера был мощный рост, NASDAQ в лидерах роста, то есть спрос на риск высокий. Говорил я о том, что по S&P цель 2100, вчера у нас была отметка 2089, сегодня текущие отметки по кучу с S&P 2087, то есть 2100 уже рядом. Скорее всего сегодня мы это увидим, есть очень высокая доля вероятности на это, что мы сможем это увидеть и все это позитивно для пары доллар-диена. Облигационный спред также указывает на поддержку по американской валюте, спред расширяется, сегодня не ожидает статистики ни из Японии, ни из Штатов, поэтому сегодня трейдеры будут ориентироваться именно на облигационный рынок и на фондовый рынок, потому что событий сегодня не ожидается никаких. Есть учет на того, что и фондовый рынок, и облигационный рынок показывают на рост доллара. Если посмотреть на техническую картинку, здесь тренд восходящий по-прежнему устойчивый, дивергенции в зоне перепроданности, то есть тоже сигнал на разворот получается, и технический фундаментальный фактор указывает на рост. Текущая отметка по паре доллар-диена 118.81, можно уже покупкой открывать здесь, на текущем уровне, и вторую покупку можно разместить на уровне локального минимума, это у нас текущая отметка 118.40, локальный минимум в дня, то есть вторую покупку можно разместить чуть ниже, хотя в принципе даже ниже запчать не надо, потому что мы еще спред включаем в уровень байлимит, поэтому 118.40, то есть 118.81 покупка, 118.42 покупка, и ждем рост котировок, сопротивление, здесь все ключевые, 119.37 и 119.88 по паре доллар-ьяпонская иена. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них удовольствием отвечу. Так, а можно ли так посчитать евро? Посчитать евро, имеется ввиду евро к рублю или евро к доллару, или уточните, пожалуйста. Японская иена продемонстрировала вчера очень сильный рост, это противоречит тому, что снижение риска и культической напряженности снижает спрос на безрисковые активы. Дорья, вы знаете, не может японская иена падать просто вот каждый день, каждую минуту, то есть всему есть разумный предел. Если вы посмотрите на движение, когда у нас, допустим, за последнюю неделю с пятницей минувшей недели, то есть это у нас было какое-то число, 6 февраля, посмотрите на дневные свечки, тогда уровень был 117.51, сходили мы до 120.47, то есть почти 400 пунктов, сходили наверх. Но всему есть разумный предел, поэтому зафиксировали лонги, пара снизилась, теперь вновь будут открывать лонги по паре доллар-ьяпонской иена. Понимаете, не может сразу же вот так все без остановок резко расти. Всему где-то есть разумный предел. Если бы, допустим, вчера японская иена снизила, выросла бы на 1000 пунктов, а мы бы на 500 пунктов, тогда мы бы говорили о том, что этот фактор снижения биополитических градусов никак не влияет на японскую иену. Это всего лишь на обсерокоррекции. Так, значит, вот вчера, не слышали, Банк Японии заявил, что не будет рассматривать в ближайшее время дополнительное количество смягчений дешевого иена, это не очень хорошо и на этих данных пара рухну. Вы знаете, Николай, я бы все это отнес к такой, знаете, формации, необходимо что-то за уши протянуть и протянули. Банк Японии, он нам и не говорил о том, что он 100% будет вводить КУЕ. Он сказал о том, что в случае необходимости. Одно там он нам говорил каждое заседание, и поэтому на следующем заседании он также скажет, что в случае необходимости мы готовы ввести КУЕ. Поэтому вчера ничего нам не сказали нового, то есть он не будет вводить, но опять же, в случае необходимости он его введет, поэтому здесь ничего такого в этом нет. Я бы именно это списал на технические факторы, именно на фактор закрытия лангу. К тому же находились в области психологической отметки 120 иен за доллар, то есть я говорил о том, что там можно ждать либо наследация, либо разворот, и тем не менее запутали немного ситуацию, сначала закрыли ее выше этого уровня, затем уже все-таки стали фиксировать прибыль. Вот такую сделали ловушку. Ловушку для быков, то есть показали, что смотрите, можно покупать и рост до 121 фигуры, а тем не менее затем стали фиксировать. Вот поэтому эта бычья ловушка реализовалась на психологической отметки 120 иен за доллар. Ну а уже все эти факторы, там, что Банк Японии сказал, так он нам никогда и не говорил о том, что он будет повышать объемы покупок активов. Он сделает это неожиданно, как он сделает 31 октября, когда он тоже говорил в течение всего года, что КУЕ вводить не буду дополнительно, а тем не менее потом вышли и ввели. Поэтому здесь, я думаю, ситуация повторится, в этом году опять такое же неожиданное будет введение КУЕ со стороны Банка Японии. Все факторы на это указаны, в том числе и те факторы, которые говорил нам Банк Японии после опыта заседания. Так, значит, следующий вопрос. Александр, как Вы на следующих неделях? Кто будет вести вебинар? Я сейчас Олег об этом скажу, минуточку внимания, сейчас отвечу на вопрос и сделаю анонс. Так, как с рублем насчет, расчет по нефти, а евро? Так, Ирина, если Вы хотите посчитать евро через нефть, то через модель Минфина, то здесь не получится. Здесь именно Вы привели модель Минфина на текущий год 3.770, это именно для российской валюты. Так, я наперимаю, коррекция поения – это рынок отыгрывает слишком быстрый рост котировок. Действительно, рост котировок был очень хороший, поэтому сейчас коррекция и, на мой взгляд, все факторы, и технически фундаментально указывают на продолжение роста. Вам не кажется, что по Америке фундамент анализ не работает, а там какие-то свои игры, которые позволяют им зарабатывать на противоречии? Да Вы знаете, Игорь, здесь, если так вот сдаваться в теориях астрологии, что там какие-то темные закулисные, здесь какие-то закулисные, получается, когда вся статистика врет. То есть Вы думаете, что американцы только врут статистикой? Я не исключаю такого варианта, что они врут, то есть это выгодно всем приукрасить ситуацию, а посмотрите на наш Росстарт, там что, у нас прямо хорошая статистика, там тоже через отчет вранье идет сплошное, там что все противоречит друг другу. У нас в России очень низкая безработица, крайне низкая, Вы посмотрите, что в России происходит. Посмотрите на инфляцию, которую Росстарт прогнозирует и посмотрите, что реально Вы видите, какие ценники, то есть Вы, я думаю, много противоречий найдете, поэтому посмотрите в Китае, как там рисуют ВВП красиво, там очень мощный рост ВВП до сих пор, хотя там его уже нет таких цифров, поэтому рисуют статистику все, но опять же рисуют, скажем так, в меру, то есть что-то приукрасить можно, где не вызовут подозрения, приукрашивают, что-то нельзя приукрасить, выдают за официальную статистику, поэтому здесь врут получаются все, но в целом, получается, бывают такие некоторые моменты, некоторые отклонения, что одно другому противоречит, но в целом все равно картина получается ясная, то есть, допустим, тренд по Америке вверх, по Европе тренд вниз, здесь я думаю, трудно с этим спорить, потому что, как бы там Америка не рисовала, допустим, статистику, там все равно много позитива, по сравнению с еврозойной с той же самой, в еврозоне очень много негатива. Конечно, какие-то отчеты иногда наводят такую на мысль, что статистику рисуют, причем рисуют хорошие художники, но в целом все равно тренды очевидные, то есть, допустим, в еврозоне очень много проблем, поэтому тренд вниз. В Штатах ситуация получше, поэтому тренд наверх. Так, я так понимаю, в целом, картина следующая, с одной стороны, по евро-доллару прогнозируете рост, я прогнозирую рост, если, я уже говорил, закрываем день 1.1450 и не в 61 доллар за баррель, тогда предполагаю рост по паре евро-доллар. С другой стороны, фунт, доллар, доллар, иен, вы ожидаете усиления доллара. Дело, видимо, в том, что вы говорите о разных временных парах. По фунту доллар я не ожидаю снижения, напротив, я говорю о том, что рост, то есть, я говорю о том, что краткосрочное будет снижение, где можно открывать покупки. По паре доллар-иена тоже ожидаю рост котировок, и здесь, в принципе, противоречия нет. Здесь мы можем увидеть запросто и рост всех трех основных валютных пар, причем доллар-иена будет расти в большей степени за счет фондового рынка. Поэтому здесь противоречий нет. Противоречий нет, потому что банки Бонни проводят утромякную монетарную политику. Я к тому, что вчера пара рухнула после этих заявлений, и они являются капитализатором падения пары доллар-иена, а не технический фактор, и, может, я и не прав. Но, тем не менее, это образовало лучший уровень для покупок. Ну, вот видите, Николай, опять же, смотрите, вот вы тоже немного сами себе противоречите. Смотрите, вы говорите, что пара рухнула, пара рухнула действительно, но это хороший уровень для покупок. Зачем тогда пару доллар-иена покупать, если пара рухнула, и тогда получается, по логике вещей, пара необходимо дальше продавать. То есть зачем ее покупать-то? Если, допустим, слабая иена невыгодна банку Японии, куе водить не будут, тогда все, сигнал вниз по паре доллар-японская иена. Тогда вы тоже получаете себе противоречие. То есть зачем тогда покупать? То есть банк Японии нам указал вчера тренд вниз. Вчера пара рухнула, это нигде не технический фактор, это именно фундаментальный, получается, сегодня продаем. Тогда вы тоже объясните тогда свою позицию. Зачем тогда покупать пару доллар-японской иены, если все вниз? Что касается будущей недели, то в период с 16 февраля по 2 марта наши вебинары ежедневный антар валютного рынка проведет практикующий трейдер Владислав Миронов. Я думаю, все с Владом знакомы. У нас активный участник ежедневных вебинаров. Он у нас уже проводил вебинары, имеет опыт проведения ежедневных вебинаров в ноябре месяце. Вебинары были очень интересные, информативные, хорошие прогнозы, поэтому прошу любить и жаловать. В понедельник, 16 февраля, как обычно в 10.30, Влад проведет вебинар ежедневный обзор валютного рынка. Также на будущей неделе у нас будет тематический вебинар. В четверг, получается, 19 февраля в 5 вечера вебинар по Ганну. Александр Соливон, практикующий трейдер, проведет данный вебинар. Всем, кому интересна данная тема, кто интересует цыганам, методом прогнозирования по этим моделям, приглашаю всех желающих в четверг и 19 февраля поприсутствовать на этом вебинаре. Влад фундаменталист. Влад фундаменталист и техническим анализом хорошо владеет. То есть, Влад применяет комплексный подход и фундамент и технику, и у него очень хорошие прогнозы. Поэтому мы и предложили Владу провести данные вебинары в мое отсутствие. Я буду находиться в отпуске, и я с вами уже увижусь, получается, 3 марта, во вторник на вебинаре ежедневный обзор валютного рынка в 10.30 по Москве. Уважаемые коллеги, благодарю всех за внимание, желаю всем отличной торговли, хорошего настроения, приятного отдыха на выходных. Впереди у нас выходные, желаю всем хорошо отдохнуть, восстановить свои силы. И в понедельник, не забудьте, 16 февраля, приходите на наш вебинар в 10.30 по Москве. Влад, для вас.